здравствуйте друзья понедельник сегодня а понедельник у меня официально день выходной то есть у меня не назначается и поймет никакие и так как то я я все равно обычно появляюсь на работе ближе к вечеру иногда у меня есть уроки вечерние по понедельникам когда новая онлайн группа начинается я вечером но может быть в течение двух недель вот 6 до 7 вечера я веду урок мне для этого не нужно быть в школе это три раза в неделю когда начинается потом остается у меня один день и там другой педагог ведет два раза я один уже по вторникам но я могу из дома я могу откуда угодно вести урок там это все в онлайне происходит но я люблю появиться в офисе и так бывает что какие-то вопросы возникают текущие сегодня мы с утра съездили в сан-франциско и я думаю что вы посмотрите с удовольствием там несколько сюжетов которые мы сняли я очень доволен сам мы зашли в русскую там булочную такую и поговорили с девочками нас там узнали там в общем угостили нас лишней лишней булочкой нам подарили так сказать от хауза лишнюю булочку потом провели по бейкере по собой в цех мы зашли там поснимали то есть я был очень доволен здесь девчонки классные такие вы увидите здорово и видео мне один товарищ прислал значит так даже кусочек там маленький там буквально несколько секунд на конференции где-то они там сняли разговор там один или там несколько ребят вот русскоязычных и дядька один американский профессор из лос-анджелеса он надо сказать не просто профессор а довольно изощренный потому что он придумал бизнес я вам расскажу это это вообще прикол полный то есть знаете как вот компания oracle делает там какие-то продукты и сертифицирует людей по этим продуктам там компания сиска делает какие-то продукты свои и по ним сертифицирует microsoft делает microsoft сертифицирует даже у нас в тестировании есть например некоторый инструмент например есть там loadrunner какой-то и поэтому loadrunner у компании hp сертифицирует поскольку они купили этот это все у mercury interactive когда-то израильской компании вот сейчас это hp помог даже посилку есть сертификация когда-то ходил мы были мы были партнерами и mercury и segway который делает сил в какое-то время учили эти все инструменты я ходил сам на эти тренинги значит ну понятно их продукт есть они хотя бы сертифицирует по самому продукту это дядька он вообще изобрел гениальную штуку он сертифицирует тестов значит есть такая сертификация продукта нет а типа сертификация вот вроде как давайте но тоже он не будет лично я там вася вася там кукушкин я сертифицирую нет создается некая организация название какой-то солидное придумать там международная международный комитет по унификации тестирование что такое можно с вами сейчас есть очень придумать и начать свою сертификацию делать и деньги за это брать этим вот и вот он это придумал то он еще книжек написал которые помогают людям подготовиться к тому как проходить его сертификации вот такой профессор боевой я не знаю много ли он там нарубил бабла но во всяком случае сама идея конечно потрясающе это надо сказать вот как вот эти фокусник такой раз так вот из рукава вынул тут из рукава вынул я помню фильм какой-то был про войну и там один мужик вот такой был прикольщик и с другим разговаривает у меня так раз из-за ухо есть ему за ухо раз вытаскивает значит там цигарку тот говорит а пол литра можешь ну знаете как значит поэтому вот такой фокусник начнут и никакого отношения кремниевой долине имеет я даже потом пошел на эту его сертификацию поискать значит получается так по всей стране за месяц за 30 дней по всей стране 40 объявлений она имя с этим делом из них три в кремниевой долине 3 на всю кремниевую долину пошел глянул поскольку у меня лицензии есть я глянул как рекрутер 15 человек имеют этот его сертификат значит ну ищут работу сегодня начинал эти три позиции из 15 человек с его сертификатом вот такую классную штуку забабахла я не знаю сколько там он вряд ли там много народу учится у него из кремниевой долины точно и самое главное что как бы говорят европе она там как популярно не знаю у нас нет вот не не то чтобы те копейку лишние дадут за то что здесь какая-то бумажка дни не суть и вот они там беседуют значит и дмитрий которого мы снимали у нас менеджер по автоматизации тестирования в компании перформанс лая дмитрий его спрашивает он ему говорит но вот считаете ли вы что нужно он познакомился как-то неужели вы думаете что нужно вот столько тестеров таких вот начального уровня и зачем они все нужны когда нужно было бы вот там чтобы все были software development инженер инвест тот год конечно он где тестер вообще начинается с того что это должен быть классный программист когда по английски методов программа то есть да и значит вот и пойти как они так и значит это обсуждают неправильно работает кремниевая долина пойти все должны пройти его сертификацию а потом только работать в кремниевой долине 5 ну ну несу значит я пошел посмотрел на этот самый software development инженер нет 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 я и полностью и аббревиатуркой тоже я всегда каждый раз слышу по их пошли пойду посмотреть например на 1 microsoft и вот любого тестера даже вот наши выпускника у нас там много народу работает включая в общем-то недавних вот они все с этим тайтлом там господи назови как хочешь так вот это самое объявлений 10 10 позиций по бы ибо все за 30 дней 10 позиции вас с таким названием я просто говорю неправильно говорят развивается долина много народу значит как бы невысокой квалификации я хочу сказать что если мы уже там про нашу школу говорим да ну скажем 500 человек мы сейчас выпускаем в год если сегодня работающих ну допустим там я не знаю 56 ну пусть будет 5000 работающих это значит что мы имеем только 10 процентов которые там первый год а допустим больше половины из них это люди которые уже там и 5 и 7 и 10 и до 20 то есть это исключительно серьезные чуваки но но то есть это что же слов нет вот поэтому что там говорить значит точек не может оставаться все время на начальном уровне если там год прошел два прошел 35 он за это время три компании поменял там и и так далее но вопрос задавался мне такой что вы смотрите вот два человека оба как бы ну грамотные и вот они говорят что вот значит мол надо языки и надо там вот много языков там и программистом надо быть там еще чего-то и вот как я к этой мысли отношусь значит понимаете какая история значит есть в каждом деле своя какая-то пирамида у основания эта пирамида пошире то есть людей которые скажем с низкой квалификации больше чем со средней людей со средней квалификации больше чем с приличной людей с приличной квалификации намного больше чем людей как у которых есть видение понимаете там их может быть вообще там единицы и вот эти единицы они говорят идем туда и дальше вот вся эта пирамида там клином в ту сторону движется если мы посмотрим на тестирование вот Если, допустим, с точки зрения этого профессора Который говорит, что надо быть Hell of a programmer Но понимаете историю? Если ты программист, например И ты не просто тестируешь Свой код, как положено программисту Прежде чем он его отдаст Кому-то этот код А, допустим, тебя взяли специфически И поставили тебе задачу что-то оттестировать Есть такие задачи Оттестировать которые может только программист И бывает, что очень приличный программист Иногда программист, который должен Оттестировать, должен быть более Серьезным программистом, чем тот, который написал Так тоже бывает Но вопрос в чем? Программисты тестируют на определенном уровне Вот если возьмете книжку, например, там По software engineering, вот любую Реально, вы посмотрите Оглавление, там будет глава Называется software testing И там описывают, как программист Тестирует свой код Ну, конечно, все же Но дальше что начинается Вот начинается такая история Не хватает программистов Программисты нельзя за три месяца подготовить приличного Знаете, приличного Надо все-таки, чтобы в университете поучился И там поработал в хорошем месте И там, глядишь, там лет через пять Мы имеем серьезного парня Значит, через пять После того, как институт закончил Желательно Вот, можно не заканчивать, но Но это скажется на его, так сказать Развитие Теперь Многие скажут, что нет Но это просто мое мнение Я без дискуссий Значит, дальше что получается Программистов серьезных Дефицит Менее серьезных Дефицит Начинающих программистов Дефицит Вы смотрите, что творится Вот Из-за границы Народ привезти Из-за границы Двести сорок тысяч Значит, заяв От компаний И там На квоту в шестьдесят пять Плюс двадцать С мастер-дегри Полученным в США Вы знаете, какой дефицит людей Чудовищный Так, а кто тестировать-то будет Программировать некому Я помню Когда-то только Приехал Вот, начал работать В индустрии Это был девяносто Второй год Это было время Когда На смену языку Си Приходил язык Си-плас-плас Си-плюс-плюс Наверное, по-русски Я не знаю Си-плас-плас И Там какой-то парнища Мне объяснял Из русских Естественно Они все знают И там Все вокруг дураки И вот он мне объяснял Что Он вообще выгнал бы К черту и матери Того, кто пишет На Си-плас-плас Потому что Но он, правда, не имел Такую функцию Нанимать кого-то Он где-то там работал Потому что Вот на Си Код написан более тонко Я вам скажу Только на Си На ассемблере, если писать Будет намного тоньше Чем на Си Между нами Но Тем не менее Вся индустрия двигалась В сторону Си-плас-плас И я его понял Я его мысль понял Я Экзекьюта был там меньше Получается Намного и так далее И я Спрашиваю там Другого приятеля Который Так Более Синьер Более Такой возрастной Парень был И я ему говорю Послушай Если действительно Код Лучше И качественнее Если Он написан на Си Почему же тогда Пишут все на Си-плас-плас Где более тяжеловесные Экзекьюта Был И так далее И он говорит Миша Он говорит Так ведь Для того Чтобы на Си Этот код Написать Нужно времени В 3-5 В 10 раз больше Чем написать его На Си-плас-плас Это не потому Что Никто не хочет Чтобы код Был написан Более точно Это просто потому Что времени нет Он говорит Ты посмотри вокруг Ты видишь Что не хватает Программистов Я говорю Да я вижу Он говорит Так это на Си-плас-плас Не хватает Он говорит Представь себе Как бы их не хватало Если бы все писали На Си Понимаете Вы можете прийти С ворохом С чемоданом С горой Я не знаю Там какой-нибудь Синайской Аргументов О том Что значит Вот надо делать Так и не так Ну ты глаза же открываешь Вот ты посмотри Как происходит Почему Сегодня код Тестируют Не программисты То есть они делают что-то Но почему Еще кто-то нужен Тестировать код Ну потому что Нет программистов Потому что За такие деньги Тестировать Это поплохеет Понимаете Из бизнеса улетишь А то и не войдешь Никогда в этот бизнес Чтоб потом улететь Поэтому Ищутся такие решения Когда можно Выполнять работу Попроще Подешевле Есть работа Ну совсем простая Вот из сети колледжа Берут там за десятку Там за 12 долларов За 15 Вот я вчера Делал видео С девушкой Галиной Из Сан-Диего Она там почитала Так посмотрела И вообще Гуманитарное образование И она Ну там языки Какие-то там Китайские Там английские Русские И вот она Пошла на стажировку Ее взяли на стажировку Просто потому что Девочка хорошая Потому что хотела Там на 12 долларов В час Через 7 месяцев Она там Без всякого Курса Который она там Проходила Были что-то Через 7 месяцев Ее подняли На нормальные Более-менее деньги То есть Вот те Там 22 Но это не 22 У нее там 44 тысячи в год Это считай Там 25 27 28 долларов В час Если так На доллары в час Переводить Дали нормальные деньги А если сравнить Эти доллары в час Которые у нее В Сан-Диего Перевести на местные Так это считайте Что ей дали Долларов 35 Ей дали Если вот в местных Деньгах По сравнению С тем Как стоимость жизни Отличает Что у нее есть Молодая Задорная Все интересно 7 месяцев Проработал Начав Начав стажером С нуля Но кто-то же Должен делать Простые вещи Тоже Вот если у вас Допустим Какая-то Апликушка Там написано Для мобилок Так ее же Надо перепробовать На всех мобилках Под разными Операционными системами Сколько их нужно Ну кто-то же Должен это делать Вы же не можете Поставить Там сказать Программисту Ты давай Или вы не можете Взять кого-то Там я не знаю Software Development Engineer InTest Который получает Там 150 тысяч Год Чтобы он это делал Возьмите девочку Пусть девочка За 44 тысячи в год Это делает В чем проблема Это же можно Таких девочек Четыре взять За эти же самые деньги Поэтому Вот и ответ На этот вопрос Конечно Если девочка Хочет расти А большинство Девочек И мальчиков Хотят расти Конечно Есть люди Которым надо Пересидеть Ну там Я не знаю Ребенок маленький Ну какие-то Жизненные обстоятельства Ну все бывает Ну конечно Но в основном Если человек Пришел в профессию Он хочет оставаться В профессии Он потихонечку Начинает И вот гуманитарная Девочка Галя Начинает учить Языки программирования Инструменты автоматического Тестирования Вот она сидит в классе Там по Не сидит Занимается Хорошо Очень активно занимается Я вижу там По сообщениям Которые У них группа В скайпе Где они общаются Очень активно учатся И вот она изучает Селению Ну а чего же Учись на здоровье Поэтому Софтвер Девелопмент Инженер Интест Может она Может получить Эту должность Через пару-тройку лет А что Она будет знать Несколько языков Программирования Может быть Не так как Девелопер знает Ей не надо как Девелопер Ну так вот Просто чтобы Использовать там Для автоматизации Чего-нибудь По чуть-чуть Я уже не говорю о том Что в принципе Были тестеры Которые перешли В девелопмент Просто у них Как-то вдруг Они увлеклись Кодированием Потихонечку Ушли в девелопмент Или там В релиз инжиниринг Или там Я не знаю куда В бизнес Там часть какую-то И так далее Люди движутся Знаете Нет статической картины Поэтому Чем больше ты знаешь Тем лучше Но Когда придет рецессия И когда компания Например Закрывается Или проект закрывается Увольняются Вместе с синер Левел Там вот сколько было Народу Весь проект Тут же их и уволили И когда рецессия И когда уволили Не только тебя Синер Левел А когда таких Как-то уволили Вокруг Еще много А нанимать перестали В этот самый момент И вот у тебя Дилемма такая Вот какой-то Нибудь синер А ничего тебе не предлагают Или тебе предлагают Контракт на 3 месяца За такие деньги За которые Не хочется От стула Задницу отрывать Я видел это Живьем Своими глазами Видел Я видел Как парню Который Там брал 75-80 долларов В час Перед тем Как интернет бум Обвалился Ему предлагали 35 долларов В час Он мне рассказывал Это мой Как бы Можно сказать Ученик Один из первых Мы с ним В Борлэнде Вместе работали И я там Его обучал Вижуал тесту Он держит сейчас Форум Самый большой форум По тестированию Как это называется Киев Форум AJ его зовут Он пакистанец И вот я к чему говорю И он мне говорит Майкл Ты что же За 35 долларов Там пойду работать Я говорю 75-80 получал Я говорю Просто вот так Кому горло В горле стоит у парня Поэтому Какой ты не будь крутой Если работы нет То ее нет И вся твоя крутизна Сегодня Состоит только в том Что дико Не хватает людей Дико Не хватает людей Поэтому можно За 3 месяца в классе Плюс 3 месяца Интерншип Плюс там еще Не знаю Год поработал И 100 тысяч Вот так Почему Дико Не хватает людей Инженер-механик Так не может Химик Так не может Микробиолог Так не может Почему Дико Не хватает людей Вот Вот единственная причина Это просто Это не потому Что портнов Компьютер Скул То есть Конечно Мы этот процесс Как-то по-своему Ускоряем Для чего-то мы Существуем И пытаемся Повлиять На многие вещи Но дело не в этом Дело в том Что если бы В программировании В тестировании В администрировании Во всех этих делах Не было такого чудовищного Дефицита Людей Так откуда бы Взялись Такие деньги Откуда бы Взялись Такие быстрые Сроки Подготовки Недопоготовленных Там сырых Специалистов Да Которых Ну Я не знаю Где с руками Отрывают А где так Без рук Но тем не менее Они там Все кто хотел Все работают Все кто готов был Что-то сделать Для этого Понимаете Мало лечь на носилки И сказать Несите меня В новую жизнь Надо взять носилки И нести самому Но Все кто готов был Тащить носилки Все дошли с ними До цели Поэтому Отвечая на вопрос О языках О перспективах Там и так далее Вот так пирамида выглядит Вот так Сверху Те кто круты Снизу Те кто попроще Так было Так есть И так будет всегда Особенно Когда дефицит Рабочей силы Вот чем Чем выше Дефицит рабочей силы Тем круче Вот эта пирамида Вот так стоит Знаете Такая Такая история Счастливо